Возвращаемся в Латвию. Звания праведник мира присуждаются людям, которые во времена нацистской оккупации спасали евреев, подвергая опасности собственную жизнь. В этом году награду получили две жительницы Елговы, Галина и Алла, потомки семьи Дивалтовски. Репортаж Анастасии Дьяконовой. История спасения евреев из гетто Галине была известна с детства. О ней часто вспоминали в кругу семьи. Два года назад на имя Галины пришло письмо от Института Ядвашем с просьбой рассказать историю гентов Тедиволтовски. Во время войны они проживали на территории Западной Белоруссии. В войцах дед Галины был портным и возил кожу животных на выработку в соседнее село. Имея возможность передвигаться по местности, когда в глубокое гетто он узнал, что там есть дети. Я не могу детально сказать, как это происходило. Но он воспользовался этой возможностью и прятал под кожами еврейских детишек. Сколько он вывез, я конкретно не могу сказать. Знаю только один конкретный случай. Это две девочки из семьи Лившин-Бороха. Позже войцаха нашли и убили. Его дочери Зося и Енина ушли в леса к партизанам. Их дом был сожжен. Пройдет много лет, и Борох Лившин приедет в Латвию из Израиля, чтобы увидеть и встретить тех, кто спас его сестер. Я иду ему навстречу, и он идет. И он... Представляете, сколько лет человек искал, чтобы выразить вот эту благодарность. Вот. Да? И он... Вот я вот иду к этому, да? А он мне навстречу. Он так вот прямо раз мне на плечи повис. Рубашка мокрая. Тут ветерок. Я говорю, Борох, пойдемте быстрее в это самое... в здание, чтобы вы не простыли. Да? А я Зося увижу. Я увижу Зося. Я говорю, через 40 минут вы ее увидите. Вот. И, конечно, это была такая встреча. Как кто-то вернулся со стола в свет. Теперь имена Войцаха и Анны Гентовти-Дьеволтовски, а также их дочерей Зося и Енины будут высечены на стене в Саду праведников в Иерусалиме, чтобы навсегда увековечить подвиг их семьи. Анастасия Дьяконова, Марис Юргенссонс, Латвийское телевидение.